В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. 23 новые универсальные машины встанут на борьбу за чистоту города. Очередную партию новой техники получило муниципальное предприятие благоустройство. Ключи от новых погрузчиков, камазов и пылесосов водителям вручил глава администрации Самары Олег Фурцев. 23 новенькие машины. От разнообразия глаза разбегаются. Здесь и вместительные камазы, и небольшие погрузчики, пылесосы и тракторы. Водители новой техники не нарадуются. Илья Лаврентьев работает в муниципальном предприятии благоустройства несколько лет. Говорит, со старой техникой зимой было много проблем. Теперь работать будет проще. Она меньше ломается, во-первых. Не лежать под ней постоянно. Как на старой. Два дня работаешь, один день лежишь. Это уже не первая партия новой техники для муниципального предприятия. Весной благоустройство получило 29 спецмашин. Сейчас еще 23. Вся техника отечественного производства. С ней никакой снегопад городу не страшен. Каждый такой лаповый снегопогрузчик заменит 5 единиц спецтехники старого образца. Если погрузчикам нужно сделать 10 подходов, то здесь машина просто подъезжает сзади к этому погрузчику. Три минуты камаз полный. Ключи от новой техники водителям вручил глава администрации Самары Олег Фурсов. Во время торжественной церемонии почетные грамоты и премии получили сотрудники, которые проявили себя во время весенней уборки города. Глава администрации лично осмотрел новые машины. Чтобы убедиться в качестве комфортабельности, сам сел за руль. Качеством техники глава администрации остался доволен. В управлении она легкая и нешумная. Малошумная техника. Я думаю, она будет создавать минимум неудобств горожанам. И с учетом того, что она высокопроизводительная по сравнению с существующей, значит сама процедура будет более быстрая. Город чистить мы умеем, а новая техника позволит это сделать быстрее и более производительно. На этом обновление автопарка не заканчивается. В планах городских властей до конца года приобрести еще порядка 48 спецмашин и довести закупку до 100 единиц. По оценкам специалистов, благодаря новой современной технике производительность при уборке города увеличится на 30%. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. В Самарской области введен пятый класс пожароопасности. Уже составлено 37 административных протоколов на общую сумму около 75 тысяч рублей на тех, кто, находясь в лесу, нарушал правила противопожарной безопасности. Как не допустить возникновения лесного пожара и что делать, если он все же разгорелся, расскажет Павел Баймаков. Аномальная жара, установившаяся в Самарской области, резко увеличила риск возникновения лесных пожаров. Въезд на территорию лесов ограничен, разведение костров запрещено. В этом году на территории лесного фонда общей площадью 700 тысяч гектаров произошло уже порядка 15 низовых пожаров, причинами которых стало неосторожное обращение с огнем. Патрулирование лесных участков инспекторами ведется в усиленном режиме. В целях наиболее эффективного работы в данном направлении нами корректируются маршруты в зависимости от зон наиболее подверженных возникновению лесных пожаров. Соответственно, эти зоны более часто посещаются инспекторами, нам более четко осуществляется контроль за этими территориями. Штат лесников за последние несколько лет увеличен. Проложено около 200 маршрутов патрулирования. За обстановкой в лесах следят и в режиме онлайн. На вышках сотовой связи установлены камеры видеонаблюдения. Тем, кто все же решится развести костерок в лесу, придется заплатить штраф от полутора до пяти тысяч рублей. Видеокамера на сегодня нам позволяет контролировать порядка 90 процентов площади и благодаря работе данных камер радиус действия охвата 30 километров, ну в зависимости от погодных условий, то что туман, дождь, снег, до 30 километров радиус действия. Мы с помощью данных 26 видеокамер обнаруживаем порядка 75 процентов возгораний на территории лесного фонда. Первыми на тушение пожаров, как правило, выдвигаются техника и личный состав пожарно-химических станций, которые дислоцируются в непосредственной близости от леса. В тушении используют железнодорожную и сельхозтехнику, чтобы пламя не распространилось дальше. Зону риска перепахивают плугом. Поддержку с воздуха оказывает авиация. В случае, если пожар все же успел распространиться, есть возможность привлечь к его тушению до 10 тысяч человек и полутора тысяч единиц спецтехники и оборудования. Если вы стали очевидцем лесного пожара, сообщите в экстренную службу, звоните с мобильного по номеру 112, либо в единую диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону, номер которого вы видите на экране. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Лето – время отдыха жителей города на берегах Волги. Восемь самарских пляжей подготовлены по всем требованиям и уже готовы принимать отдыхающих. Для удобства самарцев там установили оборудование для мытья ног, скамейки, кабинки для переодевания, биотуалеты и урны. Убирают территорию два раза в день. Зона купания ограждена буйками. На всех пляжах есть информационные таблички с телефоном ответственного за содержание конкретного пляжа. Каждый день с 10 утра до 9 вечера у воды дежурят спасатели. На спасательных постах отдыхающие могут узнать и о состоянии воды. Если пробы не соответствуют, нормам на посту вывешивают черный шар. Сейчас такие шары установлены на нескольких пляжах города. На трех городских пляжах есть небольшое превышение по микробиологическим показателям. Это первая очередь ладья и загородный парк. Поэтому при купании рекомендуется не заглатывать воду, не использовать данную воду в целях ее потребления вовнутрь для мытья овощей и фруктов. Сладкая новость для жителей города. В Самаре начинается сезон торговли дынями и арбузами. Любимые лакомства поступят на самарский рынок из Средней Азии, Астраханской, Волгоградской, Саратовской областей, а также с огородов сельских жителей. С 15 июля по 30 сентября в областной столице появится более полутора сотен санкционированных торговых точек. Чтобы продавать бахчевые, торговцам необходимо заключить договор с муниципальным предприятием ярмарки Самары, указать адрес объекта и соблюсти все санитарные нормы. Продавцам требование наличия обязательно санитарной книжки, соответствующая форма одежды, фартук. Кроме того, естественно, обязательно соблюдение миграционного законодательства. В этой сфере бывают нарушения. И наличие сертификата на продаваемую бахчевые культуры. Торговля бахчевыми разрешается только с поддонов. Нельзя торговать бахчевыми с земли. И не разрешается торговать бахчевыми с надрезами и частями. С недобросовестными продавцами бороться обещают жестко. Незаконные торговые точки будут вывозить вместе с продукцией. Стратегический денежный запас на оперативное решение насущных проблем. Каждый из девяти внутригородских районов Самары получит свой собственный бюджет. Пока формируются органы местного самоуправления внутригородских районов. Городская администрация и депутаты городом уже начали работу по формированию проектов их бюджетов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. Утверждение проектов бюджетов депутаты внутригородских районов запланировали на 27 августа. Бюджет – это живой организм. Это основа, с которым уже работают депутаты районных советов. И когда они придут, естественно, у них будет возможность для того, чтобы вносить какие-то коррективы, учитывающие реалии, которые сложатся, учитывая их видение этого процесса. Кроме того, на закрытом заседании Думы депутаты определили кандидатов на звание «Почетный гражданин Самары». Из четырех предложенных кандидатур народные избранники путем тайного голосования утвердили троих – Геннадия Ашакова, Анвара Бульхина и Вагана Каркарьяна. Кандидатуру Николая Лебедева депутаты и глава администрации Олег Фурсов предложили выдвинуть на областную награду. В Самаре завершается предварительное народное голосование. До 26 июня оно продолжится лишь в Кировском и Самарском районах города. Напомним, голосование определит кандидатов от партии «Единая Россия», который в дальнейшем представит ее на предстоящих выборах в сентябре этого года. Кому активные жители Самарского района отдают свой голос, расскажет Павел Баймаков. Наглаженный костюм и умение красиво говорить для них на втором месте. По словам жителей Самарского района, их будущий представитель должен в первую очередь быть человеком дела и знать все проблемные места в районе, как свои пять пальцев. Именно поэтому, прежде чем поставить галочку напротив того или иного имени, жители не раз встречались и общались с потенциальными кандидатами. Многих из них мы знаем, как жители района мы знаем. И понятно, это честные, добросовестные люди, которые окажут самую насущную помощь нам, помощь жителям района. То есть мы в них уверены. Власть ближе к народу, понятно, народ услышит. По словам жителей района, чтобы жизнь наладилась и власть стала ближе к народу, а народ к власти, участие в выборах каждого гражданина просто необходимо. С помощью народных избранников жители надеются решить самые насущные проблемы, начиная от благоустройства территории и заканчивая капитальным ремонтом домов. Участники предварительного народного голосования обещают оправдать доверие. Я думаю, нерешимых проблем не может быть и не должно быть. Если ее не решить, дом развалится. Его надо как-то эту проблему решать. Либо ремонтировать, либо строить новое жилье. Ну вот этим будем заниматься как представители общественного совета вместе с общественностью, с нашей администрацией. Предварительное народное голосование подходит к концу. До 26 июня пикеты будут работать в Кировском и Самарском районах города. По итогам голосования определятся лидеры, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвует порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей районов Самары будут 284 депутата. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. По заявкам горожан, желающих принять участие в предварительном народном голосовании кандидатов, рекотделение «Единой России» продлевает процедуру в ряде районов Самары. Напомню, 26 июня оно должно было завершиться. В течение 19 дней жителям города предлагали на публичных пикетах определить тех, кого партия выдвинет на выборы в районные советы депутатов. В списках претендентов – общественники, представители различных предприятий и просто небезразличные к судьбе города жители. Дополнительное время дадут Советскому, Куйбышевскому, Кировскому и Октябрьскому районам. В пятницу на этих территориях дополнительные пикеты будут работать с 10.00 до 13.00 и в субботу с 10.00 до 16.00. Озеленение, внутриквартальные дороги и парковочные места – самые острые вопросы благоустройства, которые требуют немедленного решения в микрорайоне Знаменский. Общественный совет, созданный здесь, собирает все актуальные вопросы по развитию территории из первых уст, от самих жителей. На встречи общественников с горожанами побывал и наш корреспондент. Кратковременный ураган оказался роковым для старого высохшего тополя во дворе дома номер 18 по улице Ново-Вокзальная. Огромная ветка упала прямо перед подъездом. К счастью, никто не пострадал. И она до сих пор лежит там. И может быть, там никого еще не было. Несколько деревьев сломало. Забор там. Ну, такое ограждение было. Деревья и кустарники в микрорайоне Знаменский уже давно живут своей жизнью, говорят местные жители. Из благородных зеленых насаждений они превратились в дикую растительность. Вот оно растет, дерево. Лохматые, рогатые, всякое разное. Никто за ним не следит. Обрезать нам самим не дают и сами ничего не делают. Хотелось бы, чтобы нам привели наши зеленые насаждения в порядок. Вопросы, которые нужно решить в первую очередь, поступают в приемную общественного совета микрорайона. Звучат на встречах с жителями. Общественный совет уже начал работу на этой территории. В микрорайоне Знаменский проживает порядка 9 тысяч человек. Много детей. А потому вопрос детских площадок актуален, как никогда. Общественный совет добивается также, чтобы в следующем году начали ремонт внутриквартальных дорог. Когда мы говорим о внутриквартальных дорогах, конечно, мы подразумеваем расширение дороги, для того, чтобы были карманы парковочные, для того, чтобы было удобно жителям. Общественные слушания по благоустройству микрорайонов проходят в рамках проекта на связи с губернатором. Каждый вопрос от жителей общественники берут в работу и находят пути решения проблем. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Бесплатную юридическую помощь смогут получить все самарцы и жители губернии 26 июня. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 310-2206 в Центре бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России. Запись ведется ежедневно с 13 до 16 часов. Консультации будут проводиться по нескольким адресам в Самаре, а также во многих населенных пунктах области. Адреса юридических консультаций можно уточнить на сайте нашей телекомпании www.samargis.ru. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов подписал приказ об объединении вузов. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по объединению с ГАУ и САМГУ. Губернатор области Николай Меркушкин особенно подчеркнул. Министерство таким образом стимулирует вузы на развитие. Если ты двигаешься в нужном направлении, то получаешь мощную государственную поддержку. Объединенный университет станет центром притяжения абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ, а также студентов из других регионов, что будет способствовать повышению уровня дополнительного федерального финансирования. «Теперь здесь будет и самарский государственный университет с базовыми отраслями физикой, физикой, физикой и так далее, фундаментальной науки, естественной науки и мощной в том числе гуманитарный блок. Гуманитарный блок тоже там нужен будет, обязательно нужен будет. Это будет дать нам возможность, значительно больше возможностей на самом деле среди 15 за лет первой пятерки». Золотые умы Самары. Более 600 выпускников самарских школ получили медали за особые успехи в учении. Всего в регионе круглых отличников более 1700. Инициатива награждать лучших выпускников принадлежит главе региона Николаю Меркушкину. Даже после того, как золотые и серебряные медали для школьников отменили, самарские ребята без наград не остались. Торжественная церемония уже стала доброй традицией. Такого подарка на день рождения еще не получал. Делится эмоциями Максим Соколов, выпускник Самарского лицея авиационного профиля. Максим получает из рук губернатора Самарской области золотую медаль за успехи в учении. С будущей профессией юноша давно определился и поступать будет в один из 15 лучших вузов страны в Самарский аэрокосмический. Больше всего я склоняюсь именно к СГАУ, потому что хочу связать свою жизнь с космосом. С детства мечтал проектировать космические корабли. И вот думаю, СГАУ это будет лучший для меня вариант. Знаменательное событие в жизни 631 самарского выпускника. Все они круглые отличники, а теперь еще и золотые медалисты. Для кого-то это первая серьезная награда в жизни. А кто-то уже не раз становился победителями предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. Это уже, как в России, очень большое достижение. Это по многому привели дальнейший жизненный путь, жизненный путь, и по многому привели судьбу человека. Золотые медалисты – это золотой фон в стране. Золотой фон. Золотой фон в Самарской области, в городе Самары. Вы. И это, по большому счету, общее наше богатство, поэтому вам всем огромное спасибо за наш труд. Успех молодых самарцев – это и огромная заслуга их учителей и родителей, отметил глава региона. Отличница Ирина Васимазова, будущий химик-технолог, которая, к слову, тоже родной Самары покидать не собирается и поступать будет в политех, уверяет, если бы не мамина поддержка, вряд ли бы поднялась на эту сцену. Я думаю, что это заслуга мамы. Она очень много помогала, старалась, подбадривала меня. У этих ребят есть и талант, и трудолюбие. Именно им предстоит развивать производственную и научную сферы в регионе и в стране. Именно производственные и технические специальности все больше востребованы у абитуриентов. У золотых медалистов проблем с поступлением в вузы точно не возникнет. Большинство отличников для дальнейшей учебы выбрали Самарский регион. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. И это все городские новости к этому часу. А теперь время экономики и финансов. Не прощаюсь. Как сказал Роберт Орбин, за деньги нельзя купить одного – бедности. Тут нужно обратиться к помощи фондовой биржи. Ну или в банк. Тоже поможет. Кстати, банкротить россиян, не угадавших с кредитами, будут защитники прав потребителей. Дескать, они наиболее компетентны в вопросах рационального ведения личных финансов граждан и их финансового оздоровления и ориентированы на соблюдение прав населения. Разумеется, предложение поступило от самих защитников потребителей, а точнее от Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. При этом предлагается оставить подсудность дел о банкротстве физлиц арбитражным судам, а не судам общей юрисдикции. Госдума на это предложение пока не отреагировала. Видимо, депутаты очень сильно удивились. В третьем квартале 2015 года в сегменте продовольствия ожидается дефляция. Примерно на 2-2,5%. В связи с этим в сегменте продовольствия в июле инфляция будет не выше июньских значений, даже несмотря на ожидаемую с 1 июля индексацию тарифов ЖКХ. За неделю с 16 по 22 июня инфляция в России составила 0,1%. С начала июня 0,2%. С начала года 8,5%. Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 22 июня составила 15,6%. В 2014 году инфляция составила в целом за июнь 0,6%. С начала года 4,8%. Но вообще-то люди не на статистику, а на ценники смотрят так точнее. Отдых в родной стране может стать для россиян доступнее за счет введения туристических налоговых вычетов. Эксперты считают данную меру эффективной, однако уточняют, что одним введением вычетов повысить привлекательность отечественных курортов не получится. Предельную сумму расходов, с которой может быть осуществлен возврат подоходного налога, предлагается установить в размере 50 тысяч рублей. То есть максимальная сумма, которую сможет вернуть турист, составит 13% от этой цифры или 6,5 тысяч рублей. Российский фондовый рынок открылся около нуля. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1646 пунктов. Аутсайдеры бумаги группы ПИК, РДР Русала, ФК Открытия, ТГК-1 и Северстали. Среди лидеров роста акции Башнефти, Мечелла, Грузгидра, Магнита и Аэрофлота. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. На мировые индексы продолжает оказывать давление греческая история. Европейские фондовые рынки закрылись на отрицательной территории. Американские индексы завершили день в красном, реагируя на вышедшие макроэкономические данные в регионе. На азиатских площадках преобладают продажи. На сегодня это все. Удачи в делах. Тольяттинская Лада-Арена готовится к новому хоккейному сезону. Самарские пловцы завоевали золото и серебро европейских игр. Кубок Самарской области по пауэрлифтингу уехал в Жигулевск. Кубок Самарской области по силовому многоборью богатырские игры разыграли пауэрлифтеры. Больше всех килограммов поднял жигулевский атлет Алексей Марков. Второе место у тольяттинца Дмитрия Тарасова. Бронзовая медаль досталась спортсмену из Сызрани Владимиру Налейкину. Пловцы Самарской области выиграли медали на европейских играх. Тольяттинец Владислав Козлов приплыл третьим в эстафете. Итальянцы – вторые, англичане – чемпионы. Самарчанка Лесия Чернятина опять же в эстафете завоевала золото европейских игр. Сборная России опередила команды Нидерландов и Великобритании. Технические службы Лада-Арены красят и заливают лед. В этом году подготовка началась раньше, чем в прошлом. Охладили и высушили плиту и воздух во дворце, чтобы излишняя влажность не повлияла на качество льда. Белый цвет готовится по особой технологии. В воду добавляется специальная краска с алюминием и титаном. Благодаря этому лед имеет ровный матовый оттенок, на нем шайбу видно хорошо и телевизионная картинка получается очень хорошего качества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok